До Нового года осталось меньше месяца. Многие уже строят планы, где, как и с кем встретить этот праздник. По результатам опроса, 38% россиян желают остаться на новогодние каникулы в родном городе, а вот 55% опрошенных хотят отправиться в поездку. Тверь наряду с Великим Новгородом, Воронежем, Копчаткой хотели бы на новогодних праздниках посетить целых 30% опрошенных россиян. А какие места посоветуют сами тверичане, чтобы не разочаровать гостей, смотрите прямо сейчас. Новогодние праздники не за горами, и многие россияне уже планируют поездки на долгожданные каникулы. В Верхневолжье пользуется большой популярностью среди туристов. В Твери и области множество достопримечательностей, которые можно посетить. Но как выбрать из такого многообразия, и куда стоит сходить в первую очередь? Всем гостям города Тверь обязательно нужно познакомиться с нашей трехлучевой системой, которая практически как в Версале, Риме и Санкт-Петербурге. Обязательно нужно будет посетить императорский путевой дворец. 86 тысяч экспонатов, Айвазовский, Суриков, все это в оригинале. Посетить церковь Белой Троицы 1564 года – это все, что осталось у нас от нашей средневековой истории. И церковь не закрывалась при советской власти, что добавляет ей исторические ценности. На десерт музея козла. Это просто потому, что это забавно. А после того, чтобы познакомиться с Твери, можно съездить торжок. Там Борисоглебский монастырь, который впервые упоминается в 1038 году. Сам по себе город имеет 268 памятников архитектуры. Областная столица Верхневолжья, вне сомнения, порадует гостей своей архитектурой и разнообразием. Ведь здесь творили великие зодчие Никитин и Казаков, Стасов и Львов. И это еще не полный перечень больших мастеров, воявших облик Твери. Ирина Лакаева, жительница Ульяновска, приехала в Тверь на кинофестиваль «Русское сердце», открытие которого прошло на днях в киноконцертном зале «Панорама». И если говорить об архитектуре, то нельзя не отметить уникальность и этого современного здания, которое в народе любя прозвали «Рюмкой». Бизнес-центр Тверь является одной из визитных карточек областного центра. И все эти интересные факты и богатая история, конечно же, привлекают туристов. Я прямо очень удивлена, что у вас столько исторических зданий. Вот я тут хожу, все читаю, так интересно. Просто сравниваю ее с своим городом, я из Ульяновска. У нас тоже старый город, но не настолько, конечно, старый, как Тверь. Но у нас такого нет большого разнообразия. Вчера была в путевом дворце. Это просто такая великолепная коллекция картин. Я просто в шоке. Мне очень нравится центр вашего города, архитектура. И вот такие вот поездочки. И на Новый год всем рекомендую. В прошлом сезоне на новогодних каникулах Тверскую область посетили ни много ни мало около 700 тысяч туристов. Это чуть ли не вдвое больше населения Твери. Большая часть гостей приезжает в регион из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и смежных областей. А тверичане поделились своими значимыми и интересными местами Верхневолжья. Центральная часть города, центральный парк. Или бульвар Радищева, Трехсвятская. Первым делом на набережную. Поглядеть, проваляться здесь. Ярко будет. Все будет раскрашено. Я думаю, можно съездить на оленю ферму. Как раз-таки такая новогодняя атмосфера оленей. Музей деревянного зодчества в Ташке, Василёва. Погоду только нужно выбирать соответствующую. Ну вот между мостами двумя, горсад. Только здесь понадобится. Музей козла. Музей козла. В каждом районе есть какая-то своя достопримечательность, какое-то свое место памятное, где могут и туристы, и гости нашего региона посмотреть, отдохнуть. Новогодние праздники. Сам город Тверь, я думаю, его украсит к новогодним праздникам. У нас есть что посмотреть. Ну и Селигер, конечно. Кстати, Селигер пользуется особой популярностью у туристов со всей России, да и у самих жителей региона. Некоторые пансионаты и турбазы для незабываемого новогоднего отдыха организовывают специальную праздничную программу. Например, палас-отель Селигер, который в Новый год и на рождественские праздники собирается удивить гостей народными гуляниями, выступлениями артистов, анимационными программами и детскими утренниками. И все это на лоне живописной природы зимнего полуострова. А также пансионат Верхний Волжский, Сокол, база отдыха Орленка, Чайка. Все эти излюбленные места отдыха как нельзя лучше подходят для встречи новогодних праздников со всем их зимним колоритом. Продолжение следует... Продолжение следует...